Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из поселка Джимотэ. Солнечно, даже жарко, я бы сказал, здесь у нас. Сегодня мы снимем обзор на гостиницу, обзор на секретную столовую, которая в этом году все-таки уже открылась и работает. Сегодня второй день. Находимся мы на улице, буквой 12. Она теперь рассекретилась, имеет свой адрес. Но это не главное. Главное, что там те же люди. В Джимотэ придется подняться вам немножечко выше для тех, кто привык, что она была возле Пионерского проспекта. Но я думаю, для истинных ценителей еды, как при СССР, таким же рецептом, таким же вкусным и прекрасным, будет это не важно. Также можно доехать сюда на такси. Хорошая парковочка, широкая, большая. Остановились и пошли вкушать. Ну а теперь, как туда пройти? Буква 12 улица называется. Можно обойти через саму гостиницу, пройти вовнутрь. Заходим, спускаемся в цокольный этаж. И мы пришли. Заходим и смотрим на обновление. Здравствуйте! Вам просили передать привет, сказать, что очень по вам скучали. Я это делаю. И сейчас мы покажем, ребят, во-первых, столовая. Цокольный этаж под кондиционером. Все на столах есть. Все нужны вам столовые предметы. То есть ложки, пеции, все остальное. Места очень много. Также есть телевизор, группа вам понадобится. По блюдам, какие тут есть. Сладкие трубочки. Сосиска. Такая булочка вкусненькая, со свеченочкой. Самса, я понимаю. Блинчики с чем? Семя, самое здоровое. Запеканка. Салатики. Вот это мои любимые огурцы, ребятки, которые быстро делаются. Так, теперь как выглядит порция борча и порция гуляша с макарошками. Также имеется курочка жареная. Перчики. О, перчики тут вообще восхитительно. Помню, уборщик, кастрюлька. Яйцо домашнее, смотрите, 20 рублей стоит. Есть компотчики. Так, вам тоже просили привет передать. Ну, шутерочка. Здравствуйте. У девочки большущая просто кухня, в которой будет удобно готовить. Столовая открылась только второй день. Ребятки, ну и вот то, что я приехал, короче, на час раньше их расписания. Поэтому вот то, что успели, поставили. По меню. Вот это с гречкой, гуляш, ребята. А вот это голубцы, друзья. А это бифштексы, друзья. Вот так выглядит. Очень тоже вкусные, хрустящие. А вот так вот выглядит, ребятки, плов. Много мяса. Завтрак 8.30 до 10. Обед с 12 до 2.30. Ужин с 6 вечера до 8 вечера. По ценам вы можете увидеть яйцо вареное за 20, кабачки по-корейски 50, огурчики суточные 50, борщ 100 рублей, полпорции 80, плов 200, бифштекс с гарниром 200, голубцы 2 штуки 160, перец фаршированный 1 штука 100 рублей, гуляш говядина с гарниром 250, окорочок куриный с гарниром 200, гарнир пюре, гречка, макароны по 50, выпечка самса 100 рублей, курица, блинчик с мясом. С мясом 40, с творогом 40, сосискового лаваша 80, компот 30, хлеб 1 кусочек и 2 рубля. Ребятки, вот так вот выглядит порция. Допустим, для двух детей или ребенок с родителем можно разделить и получится вот такая половинка. Вы одной порции наведите, если еще борща возьмите, то это прям вообще огонь. Цинники, когда мы ели в столовых и у нас выходило на двоих покушать прям очень большое, то здесь это крайне выгодно и вкусно. Ну, насчет вкусного сейчас продегустируем. Так, дегустируем борщ. Это вот настоящий кубанский борщ, кубанские щи, наверное, можно назвать, вот прям капусточка, морковка. Все сварено очень хорошо и очень наваристый блюдо. Это просто топ-блюдо. То есть здесь мясо, гуляш, вот девочки сказали, что он каждый день привозит с центрального рынка по 800 рублей за килограмм его. Сделано по настоящему рецепту, как это и должно быть. Макарошки политы, видите, как густо, вкусно и прекрасно. Несомненно, самые лучшие вкусы, и как я по ним скучал. Смокрый перчик со сметанкой. Когда мама не готовила фаршированный перец, когда я его не ел. Ну, то же самое, вы можете увидеть. Тут не тупо один рис, а фарш с мясом идет. Слушайте, если я попробовал там все по чуть-чуть, то здесь я становится не могу слишком вкусный перец с фаршем. Крайне наше блюдо, это показать вам, как выглядит голубец. Давайте его продегустируем. Тончайшая капуста и очень вкусный фарш внутри. Зажарка с подливочкой восхитительная. Корейский салат. Здесь кабачок с морковкой. А по-честному даже не помню, пробовал я у них его или нет. Я знаю, что он точно был. Но мое самое любимое суточное. Самое-самое вкусное. Вообще можно есть без остановки. Дорогие мои друзья, я предлагаю вам еще дополнительно посмотреть обзор на гостевой дом Клены. До моря самой воды 1 километр. Идем по гостевому проезду. Если до пляжа, то 700 метров. Вся инфраструктура рядышком есть. Вот там магазины, фрукты, овощи продают. В самом гостевом доме, вы уже видели, великолепно есть столовая. По фасаду это все их парковочка и туда еще за угол дома. То есть для машин места хватает. Гостевой дом не очень большой, но вполне себе уютный. Я уверен, что многим зайдет. Особенно ценовая политика, потому что вы мне пишите, что вот в инклюзии вам дорого, пожалуйста. Здесь ребята занимаются плетением маскировочных сетей. Вы тоже можете поучаствовать. Пришли вечерком, как говорится, и пообщались, поболтали и чуть-чуть помогли. Дальше есть зона для детей. С таким ковром можно поиграть. Вам выдадут игрушки, столик для взрослых. С правой стороны у нас мангальная зона, на которой можно пожарить себе шашлычок. Ну и, конечно же, столики дополнительные. Номера есть вот с такими балкончиками. Мы покажем примерно, как они выглядят на примере других номеров. Есть санузел, душевая, ногомойка. Сам бассейн вот таким вот уголком расположен здесь. Водичка очень чистая. Она с подогревом. Детская и взрослая зоны соединяются. То есть вы спокойно можете купаться, даже когда будет прохладно на улице. Есть также подсветка. Температура бассейна до 30 градусов работает, подогрев постоянно. За гостевым домом у нас здесь находится своя веранда, на которой можете прийти отдыхать как на лежачках, так и здесь под навесом. Вы видите уже, что приходит сюда тенечек. Здесь есть возможность и посидеть, поесть, пообщаться и также приготовить себе пищу. Если какие-то у вас есть потребности, вы обращаетесь к хозяевам, вам их помогают решить. Ну и с левой стороны вы также можете пройти обратно в гостевой дом и спуститься в столовую, в цокольный этаж. Сейчас мы с вами посмотрим номер четырехместный. Сам номер по себе очень просторный. С правой стороны есть шкаф. Напротив у нас две кровати двухспальные. С прикроватной тумбочкой, бра и сплит-системой. Напротив находится большая столешница, на ней установлен телевизор и холодильник. Кав с левой стороны и с правой стороны отдел для верхней одежды и дополнительное одеяло. Санузел в номере тоже просторный. Здесь по прямой у нас унитаз, с левой стороны столешница, раковина, есть зеркало. Душевая зона выглядит вот так. Выходим на балкон. Здесь он с видом во двор, есть стул, место где посушить вещи, пространство для какого-то времяпровождения. Этот номер сейчас на четверых вы сможете снять за 2000 рублей по скидке. Спешите, пока действует акция. Смотрим с вами номер, рассчитанный на 6 человек. С левой стороны у нас место для хранения. Вправо вход в санузел. Проходим дальше. Напоминает прошлый номер одной этой комнатой. Здесь две двуспальные кровати. Посредине прикроватная тумбочка. Над ней бра и сплит-система. С левой стороны столешница, на которой установлен телевизор. Внизу есть холодильник. Место для хранения. Правая сторона под верхнюю одежду. Левая сторона полочки. Здесь французский балкон с возможностью посушить ваши вещи и видом на двор. Проходим в левую сторону. Здесь у нас находится изолированная комната, например, для родителей. Двуспальная большая кровать. Есть прикроватная тумбочка и своя сплит-система. Также большое окно. Номер этот очень просторный и светлый. Вы это можете оценить сами. Санузел в этом номере выглядит так же, как и прошлый, только зеркальный. С правой стороны столешница, раковина, зеркало. Есть унитаз и большая душевая зона. Стоимость этого номера 3500 рублей. Это сегодня по акции. Ловите момент, ребятки. Друзья, мы смотрим с вами восьместный номер. Это такая большая редкость. Но есть и большие семьи у нас в стране, которые выбирают такое размещение. Он двухкомнатный. Например, здесь у вас шесть детей. Говорят, что приезжают к ним такие семьи на отдых. Три двуспальные кровати. Между ними две прикроватные тумбочки и бра над ними. С левой стороны столешница, холодильник, телевизор. Тут место для хранения. Такое же, как и в других номерах. Отсюда у нас тоже есть выход на балкон. Балкон из этого номера с видом во двор. Здесь веревочка. Место подсушить ваши вещи. В принципе, все стандартно. Из этой комнаты мы попадаем во вторую. Здесь у нас большая двуспальная кровать. Детская кроватка переносная. Хотите поставили, хотите нет. Над кроватью сплит-система и окошко. Комната очень большая и просторная. Тут цена варьируется. То, сколько у вас человек приедет. Вообще, в принципе, общайтесь, разговаривайте с хозяевами. Номер у вас будет напрямую. Вы его возьмете в названии и в описании. Если максимальная загрузка 8 человек, то 4 тысячи сегодня. Пользуйтесь скидками. Также, если вы не хотите идти пешочком из гостевого дома, здесь ездят машинки. Вас хозяева с ними познакомят. Мы же сейчас с вами отправляемся в левую сторону и доберемся по гостевому проезду, как я и говорил, уже непосредственно к морю. Я покажу, как выглядит сегодня пляж в этом месте. Мы можем вот здесь уйти направо, потом немножечко налево и опять повернуть направо. Можем здесь уже до гостевого проезда пойти по прямой. Там есть пешеходный переход. Наверное, лучше правильно показывать этот вариант. Здесь на углу пиво, прохладительные напитки и поворот направо уже по тротуару. Мы отправляемся к Лионерскому проспекту через гостевой проезд. Здесь тоже продаются разнообразные вещи нужные вам. Там есть мини-маркет, ну и самое главное, официальный пешеходный переход. Гостевой проезд у нас, смотрю, все заставлены машинами. Я еду и думаю, а где же мне припарковаться? Надеюсь, что повезет, надо было пешочком идти. Привет, я тут возле рябиночки нашел небольшое местечко, куда воткнуть свою машинку и от рябиночки уже отправимся в дачу. Привет, ну по расстоянию хозяева не врут. Я посмотрел по Яндексу, так что показано все верно. То есть один километр вы проходите. Здесь уже вовсю видим, как идет режим отдыха. Людей, в принципе, много. Всем им желаем всего самого светлого и прекрасного. Здесь, друзья, столовая на улице открыта, аптека открыта. В Казаново тут вот разлив пива открыт, работает. Ну и, в принципе, людей довольно-таки много. Уже ждут переход, хотя время у нас уже пол первого. Не самое лучшее для посещения пляжа. А я иду туда. Через дорогу обожаю смотреть, как люди идут мне на встречу с морем. Счастливые, довольные, классные и прекрасные. Здесь работает уже абсолютно все. И придорожная столовая, фрукты, овощи продают, магазинчики. Кипарис кафе тоже. И смотрим на цены на фрукты, овощи. Огурцы по сотке, по 120, помидорчики 180. Здравствуйте. Черешня 250, по 300 есть, 250 персик, 200 персик, 280. Надо больше, да? 280, 350 есть. 300, виноградик. Черешня вот такая крупная по 350. Моя любимая по 300 желтым бочком. Абрикос по 250, по 200 персик, 100 грамм. За 85 рублей это вот эти вот селоточки, стаканчики вот такие. Я думаю, ценник вы все разглядите. Горох по 250. Ну, в принципе, я вам все показал. Говорят, что людей немного, но на гостером-то я смотрю, что людей прям приличное количество отдыхает. Кафе кипарись, пожалуйста. Людей там довольно-таки много. Они, кстати, предлагают завтраки по 350. Там комплексные, все торговые павильончики прям открыты. Для тех, кто переживал, что не будет работать, то, ребята, не переживайте. Мороженое. Кстати, во многих местах переживают люди, как можно оплачивать. Есть переводы, то есть вам телефона достаточно для оплаты. Я, как бы, налички вообще с собой не имею никогда. За все плачу либо переводом, либо касанием смартфона. С правой стороны заработала столовая тоже. Выпечка чебуречная, все остальное. Шашлычки продают. Тут какая девушка у нас. Шашлычница. Первая шашлычница, которую я, в принципе, увидел. По ценам на другой точке черешня по 350, иногда 300 есть. По 250. Можно пройди, пожалуйста. По 250 еще одна есть. 250. Абрикос по 350 есть. Персики по 150, такой маленький. Абрикосы по 250 и по 200 есть черешня. Здесь помидорчики по 200 и по 150 есть. Огурцы по 80, по 100 рублей. Красота. Людей сюда отправьте. Как? Откуда? Почтой высылаемого людей. Почтой на это с деком. Хорошо. Вас везде ждут, ребята. Пускай приезжают все. Хорошей работы. Таговые павильоны открылись абсолютно все. Ух ты. Слушайте, как тут симпатично в детском парке стало. Надо пойти глянуть одним лазочком, вам показать, что там есть. Раз уж гостевой проезд снимаем, чтобы вам было видно. Я что-то залип, короче, на рынке давно не ходил. На входе здесь есть тир. Детский парк называется это место. Такие машинки стоят для детей покататься. Ну и батутная зона по левой стороне. Один батут, я смотрю, спущен. Второй такой с навесом накачан. В вечернее время, думаю, что здесь развлечений побольше. Есть касса и потихонечку запускаются еще разные места. И туалет с правой стороны. Также батуты, на которых можно попрыгать. И виртуальная реальность. Такую площадочку здесь для вас сделали. Здесь и сувениры, и одежда. И соломенные шляпки. Все что такое прикольное надо. Оксане покупить. Она, правда, недолго приживет. Но будет хорошо. Оксану, мы сегодня вообще на солнце перегрели с самого утра. Нам осталось немножко в денежке посидеть. Поэтому берегите себя. Друзья, тепловых ударов. Это очень такой тонкий момент, который может повлиять на весь ваш отдых. Ух ты, все по 40 рублей. Вау. Чуть он пробьется. Интересно. Рыбка, пиво, пенное. Тут ребята развиваются. Уже два ролета у них. А что, приходите к ним, значит, вкусное продает. Я постоянно ходил отсюда по прямам. Давайте сходим отсюда через проход в Динамо к морю. Посмотрим, что здесь подрывалось, появилось. Во-первых, тут, ребят, пицца-бургеры на углях предлагают. Дальше идет кофе-точка. Класс, пока что-то закрыт. И здесь медийная ферма. Большой выбор. Разнообразные вкуснятины, готовящиеся на таких вот лок-сковородках. Дальше девочки предлагают пиццу, буггеру, хин, хали. И зона отдыха с правой стороны довольно-таки большая. Прям очень большая у них. С левой стороны здесь фрукты, овощи по проходу. И разнообразная выпечка, сетинские пироги. Кукуруза по 100 рублей здесь, ребят. Продают также разные товары портного сентября, парикмахерские. Маникюр там девочки делают. Я бы, честно, прям подстригся бы для удовольствия, но пока нет. Есть афрокосички, рыбки, фишпилинг, гонконгские, пафли. И дальше мужики готовят чашлыки. И чтоб дым не уходил, смотрите, как сделали круто. Прям и столовая, друзья, здесь также на выходе работает. В общем, развили этот проход по полной программе. Коммерции здесь стало, ну, прям очень много. Здесь тоже свежая выпечка, наггетсы, фри, пицца, шарма, гира. Работают ребята, делаю вас отдых красиво. Но самое главное здесь появились ногомоечки. Чтоб вы могли привести себя в порядок. Перед тем, как пойдете в город. А с той стороны воды пока нету. А нет, есть, слушайте. И там, и там. Все, разделяют людей, кому куда идти, повыше. Мне вот нравится бизнес на джимоте. Два прохода, две ногомойки, а песок остается на пляже. Все очень круто. Привет красивым продавцам от души. Здравствуйте. Все, у нас программы все те же остались. Все, как обычно, как всегда, красиво. Цены интересуют. Что можно предложить? Трехчасовая прогулка, 1200 на трехкалубном катере на Метеория. Двухчасовой вечерний круиз стоит 200 в этом году. Метеор это вот такая? Да, это с транслером. И трехчасовой круиз до Большого Утриша без высадки на полу, со скупанием в бухли стоит 200 тоже. То есть цены доступные, приемлемые. А есть ли обычные яхты? Да, есть парусно-моторные яхты. У них в этом году велики сейчас. Спасибо большое. Хорошая работа от души. Всего доброго. Здесь квас в Тараминске и выход на Динамо. Выход на Динамо меня прям радует в этом году. Зелень пытается здесь выживать. Будем надеяться, что у нее все получится. С правой стороны у нас мороженое, гонконгские лафли. Разнообразные фреши предоставляют. А здесь уже гиры, пицца, маргарита. В общем, поесть возьмете с собой, что хотите. Качелька. В общем, делают проход самым красивым. Говорят, хотим сделать круче, чем на параллель. Но мы можем лишь пожелать ребятам удачи. Пускай у них все получится. У нас продувает небольшой ветерочек. Где-то 5 метров в секунду. Подгоняют теплую воду к берегам. Это говорит о том, что здесь будет опять не море, настоящий кипяток. Туалет, переодевалки. Организовали что-то типа кинотеатром. Передевалочек много. Мусорки с левой стороны. Бар. Айрарий платный. То есть, если вы даже под тень лезть сюда не можете без лежачка. Лежачок под тень стоит 400 рублей на сутки. Массажные услуги с левой стороны. Дача. Еще один бар. Имеется отдыхающих довольно-таки много. Ну и вот такая вот красота на море. Ждет вас, друзья. Дорогие мои, все контакты указаны напрямую для вас. Чтобы вы приезжали, отдыхали и наслаждались нашей красотой в полной мере. Под берегом могут быть немножко водоросли. Вы их переступили и пошли дальше уже. Кайфовать в чистейшем, прекраснейшем море. Я вот смотрю на него через очки, какое оно манящее и голубое. Как хочется нырнуть туда и ощутить весь этот кайф. Особенно, когда и есть такая красота, которая сзади тебя. Смотрю на песчаный наш пляж. Веселятся, резятся детички. И желаю, чтобы каждый из вас мог приехать сюда. Отдохнуть от души. Всем всего светлого, ясного, прекрасного. И пускай в вашей жизни приходит лето. Отдых, счастье. От заката до рассвета. Все, крепко обнял. Увидимся на море. От души надеящее информация была полезна. А, по традиции морюшка. Отдых, счастье. Отдых, счастье. Отдых, счастье. Отдых, счастье. Отдых, счастье. Отдых, счастье. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...